Пойдем, пойдем, пойдем. Всем привет, друзья. Пойдем, Никела, ну что ж ты встала-то, а? Ты стужаешь индюша там все. Видите, что творится? Будет. Потому что очень холодно. Короче говоря, сегодня, наверное, рекорд был по температурам для моих этих саженцев, для рассады-то. Не, ну рассада-то, кстати, нормально было все. Слава Богу, хотя я все равно как на иголках спала. Думаю, не дай Бог, что-нибудь отключится. Не дай Бог, потому что было на улице минус 15, друзья мои. О, 25,5, все, пора отключать. Сейчас кабель выдерну, пойду. Ну вот, в общем, холодно было. Где-то даже в каких-то районах было минус 17. Ну, в общем, у нас минус 15. Такой себе ночка была. Я говорю, я прям переживала. Думаю, не дай Бог, что-нибудь. Но все равно, как сказать, электрика есть электрика, да? Раздените, вырубит и все. И не дай Бог, что с рассадой случится. Видите, Матвей доски сюда сейчас перетащил. Потому что сейчас тележку приедут забирать. Она полная уже с навозом. Вот, а мы сейчас должны ехать за следующей партией досок, короче говоря. Все-таки дед говорит, надо покупать. Эти не подойдут, он старые тоже снял, остатки все. Ну, где лежали на лагах, в общем, подгнили. Но они давно лежали, что там говорите, потому что лет 5 они лежали. Так что... Так, сейчас я их открою. Вот они, гаврики, ничего. Все в порядке. В общем, ночью было, когда минус 15, было здесь плюс 10. Алеша ходил, у нас в 6 утра пошел проверять все. Я уже говорю, иди сходи, не могу. Не могу спокойно спать. Хотя я все равно так и не уснула. Как проснулась в 6 утра, так и больше я не смогла уснуть. Вот, но он сходил, говорит, нормально, плюс 10 в парничке. А вот. Фух. Так что ничего, живем дальше. Еще обещаю эту одну холодную ночь. Вот они, огурчики, развернулись уже. Развернулись, красавчики мои. Видите, какие маленькие листочки? Это потому что огурчики мелкоплодные. Но они не то, что корнишончики, но они маленькие. Ну, как такие, сантиметров 10, короче говоря. Для съемок. Не очень. Ну, нет, они могут крупнее вырастить немножко. Могут и 15 быть. Некоторые-то из них. Но по листикам сразу видно, да, что семечко было маленькое. Листики тоже небольшие, поэтому. Вот. Короче, вот, видите, смотрите, что тут получается. Вот так вот сняли вот эти. И вот они где на лагах лежали. То есть это концы досок и вот в середине лага было. Видите, тут тоже, как бы это, подгнившие. Ой, нам все надо ремонтировать. У нас и беседка, видите, тоже надо вагонку эту. Цены узнали? Тоже цены кусаются. Сейчас вообще на дерево очень дорого. Древесина дорогая. Ой. Так вот. Ну, потихоньку. В этом году пол сделаем. Следующим. Беседка, может, займемся. Так. А вот помидоры я открыла еще в 9 часов, когда корове сходило. Я их открыла сразу. Вчера я их полила говнецом. Так скажем, да? О, 23 градуса. Нормально. Сейчас даже дверь открою. Вот. Вчера их удобрила на ночь. Вон оно у меня. А там ничего не осталось уже. А, вон оно у меня. Стоит моя лепеха. Ну, все вылило, в общем. Так что сейчас можно до самой высадки, в принципе, да? То есть через 2-3 недели уже высаживать их можно будет в грунт. Вот. И там уже буду удобрять уже в следующий раз. Пока все. Пока думаю, что все и так достаточно будет. Так что вот так. Ну, ладно. В общем, все. Открыла. Наверное, открою, потому что сейчас солнце такое будет. Я вчера тоже думаю, ой, холодно, минус на улице, не буду открывать. Ну, и что, пришла потом в 12, там уже 42 градуса. Тоже плохо. Подварились даже. Вот один помидорчик нашла, у которого подварились. Видимо, не любит. Жаркие температуры. Тоже смотрю тщательно на свою капусту. Как бы она в такой минус не померзла. Ну, Алеша говорит, так, наверное, греет все равно. От парника-то ночью тепло идет. В общем, будем надеяться, что она не вымерзла от меня. Непонятно. Вроде сидит. Я не знаю, как выглядит вымершая маленькая капуста. Может быть, она упасть как-то должна или что. Не знаю, как она даже выглядит. Ну, вот лук же стоит тоже, да. Видно, что он чуть-чуть это подмерзну. Батун. Ну, ничего. Так что, вот так. И дела-то надо делать мне свои. И за досками надо съездить, чтобы сегодня хотя бы их прошкурить. Да, не знаю, красить, наверное, сегодня не получится. Вот. А мне-то надо для Пасхи все делать. Надо. Яйца я покрасила, правда. Уже успела с утра. Так, где ты там? Зашла. А Микела. И Микела зашла. Отлично. Вот. Сейчас надо куличи стряпать. Пасху делать. Иди вас с Микелой. Пойдемте домой. Вот. Ну, дело в том, что я забыла купить изюм. А я не люблю кулич без изюма. Пойдем, 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 пойдем. Ну, давай шустрее. Туда не идет, обратно не идет. Вот. И поедем сейчас. Я хочу за изюмом заехать с фермера. Купить изюм. Может быть, даже цукатов маленько куплю. Наконец-то. Вот. Такие дела у нас творятся. Дел много. Да. А вам все не везет. Все не везет. Слишком холодно, ребята. Слишком холодно. Такую ночь вас куда-то в сарае держать. Вы вот этих вот, которые поменьше. Это, видимо, девочки. Я боюсь, что они их задавят. Если их в холод унести, они, конечно, может быть, и выдержали бы ночь холодную. Но они могут подавиться. Друг друга давить, в смысле. В кучу сбиваться. Даже несмотря на то, что теплый пол, все. Но они все равно будут сжаться, если будет холодный воздух. Поэтому ждем еще одну-две или ночи. Не знаю, сколько придется ждать. И будем. Тогда уже их пенес. Ладно. Все. Идем. Я чем крашу яйца, я их шкарлупую. Луковые. Чтобы они... Они у меня лежат уже в кошельке. Я прибрала. Что, надо тебе, что ли? Он тоже себе покупает. Что мастерица брался, деньги берет в кабину. Су это дело. Видите, вот они у меня в шкарлупе лежат. То есть я их довела до кипения. Поварила 4 минутки. И теперь они лежат, доходят. И за ним красятся еще. В этой шкарлупе луковой. Вот. Сейчас знаете, сколько градусов? Считаю, 11 час пошел. Минус 4. Показывает. Ну ладно, я все открыла. Потому что я сейчас уеду. Я боюсь, что он это... Еще у нас сегодня опил должны привезти. Деньги лежат у меня. Тут приготовлено опил. Почему? Кто с тобой? Не поняла. Уже сейчас на горку, туда доски смотреть. Туда доски смотреть. Ну, езжайте тогда, что ли. Ладно, сейчас поедете. Сегодня дед на строй этот... Как он называется? Гравер. Гравер. Купил насадку. Ну, что у нас знаком. Ну, вроде точно так же пустит. Ну, он не для надежды взял, конечно. А скидь что-то, да? Мелкие детали всякие. А мы что? В общем, приехали с рынка. На рынке долго были. Пока все магазины мы обошли. Купили доски. Купили... Купили... Что мы там еще купили-то, дед? Краски. В общем, всякую... Всячину. Все, что им надо было. Бултики какие-то. Гаечки заходили. Покупали. Потом зашли, купили Матвею джинсы. Потому что его уже все совсем в марлю стерлись. Вот. Короче говоря, попутешествовали. Побрали все, что нам нужно было. И сейчас приехали. Я делаю... Пасху уже сделала. Сейчас делаю кулич. Все снимаю. Вот. Еще нам привезли опил. Опил. КамАЗ. Ну, сам опил бесплатный, как бы считается, идет. Но за КамАЗ мы платим. Сейчас уже... Минус один. Нет, не минус один. Сейчас плюс четыре. Показывает. Вот. А сама доставка дорогая достаточно. Стала. Тысячу восемьсот сейчас стоит машина. Вот. Такие вот дела. Так что готовим, готовим. Жду сейчас опару, так маленько поснимать решила. Алеша сейчас пойдут с ребятишками опил загружать. Вот. Ну, все. Вроде больше пока и новостей-то никаких особо нет. Вот. Занимаемся. К Пасхе готовимся. А бабушка у нас готовила сегодня вкусные макарошки. Мелкие с подливом из тушенки. Правда, все съели. Не всем хватило, поэтому пришлось еще вареники с картошкой варить, которые я купила на черный день, так сказать. Думала, в морозилку положу, но тут же... Тут же их это, да. Я все разверошенная. Ну, бывает. В общем, вот так. Кормились как могли. Ну, в общем, все. Съели. Сейчас опять на ужин что-то варить надо. Музыка. 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 Там Матвей с Алешей грузят. Топил. Вот так вот привезли такую кучку Камазик. Он с боковым выгрузом, так сказать. Свал на бок у него, у этого Камаза. Правильно я говорю? Как это? Свал? Боковой свал? Отвал? Свал? Как правильно говорить? Вот. Кто чем занят? Там, вон, смотрю, люди костер в бочке жгут. Ну, видимо, собирают листву. Прибираются. Кто чем занимается? День так-то хороший, но холодно. Холодно. Сейчас уже плюс три стало. Холодает. Напугали диву. Напугали ездить в своих квадроциклах. Вон сколько доски-то вопили. Алеша, кстати, неплохую доску, да, набирает? Так вот что-то по хозяйству мастерить. Вот они. Мешочки наши. Благо кормов-то много берем. Мешков хватает. Подопил. Вот. А потом они в дом затаскивают туда. Все. Ну вот, как-то так. Пошла смотреть, как у меня камера все-таки запылилась. Как у меня поднялось тесто. Сейчас уже буду скоро выпекать кулички. Кулички, кулички. Да, девочка? Погулялась? А? Я же тебе говорила, не ходи. Ведь говорила, не ходи. Что-то, слышите, мне не нравится. Столько попила. Ну-ка. О, вот так лучше. От шубы этой. Или от тебя пух. Даже и не знаю. Страшно, скажи. Шумят везде. Ой. Ой. Я что-то сегодня без спины. Я вчера взяла сдуру. И затащила на веранду. Отворот тащила. Алеша же не было вечер. Уезжали-то они в Тагил. Не было их дома. Никого. Я индюков решила накормить. Короче, а корма нет. Надо было, конечно, здесь набрать сколько надо. И все. Я думаю, дай помогу. И утащила, в общем, мешок. И все, поясница моя сегодня чувствует себя совсем не уверенно. В общем, как всегда. Мы пойдем. Ну что? Ладненькие доски. Кстати, хочу рассказать, где мы доски-то брали. Сегодня... Боится, но... Еще расскажу маленько. Мы же сначала поехали... Я, наверное, как бы по Игапе, да? Сейчас, Ивасик, подожди, отпущу тебя. Ой, иди, только в оградку ходи там. Шумно. В общем, сначала решили... Ой, хорошо, стульчик. Заехать сюда, к нам, рядышком, который рынок строительный. Там тоже написано пиломатериалы, все. Вот. Ну, дед предупреждал. Он говорит, я уже зарекался. Говорит, не брать здесь ничего. В общем, приехали туда. Во-первых, доска какая-то. Вообще, второй сорт. Дед говорит, ну, почему вы так же, говорит, продаете, как будто у вас хорошее качество доска. Не, у них была, как бы, типа, вот это хорошее, это 17 тысяч за куб. А вот это, мол, похуже, вот она 12. А мы, как бы, вот эти вот доски покупали, да, вот, которые... И сейчас такие же купили, тоже за 12 тысяч за куб. Вот. А у них за 12, ну, вообще, то есть, если это считать, там, тот первый за 17, вот это, скажем, второй, а там вообще третий, но они продают по цене второго, давайте так скажем. Ой. Нет, мы не будем. Вот за 12 тысяч и все. Ну, ладно, дед, видите, он боится, что на багажнике-то, мы что-то уазик не стали выгонять. Думаю, на багажнике как-нибудь довезем отсюда-то, тут недалеко совсем везти-то, с горы спуститься и все. Вот. Ну, чтобы не это, далеко не гонять за ними, решили здесь. Ладно, говорит, бог с ним, давайте. Они, в общем, вытащили доски эти. Я, якобы, как бы, ну, 6-ти метровые, но дед, говорит, они должны чуть-чуть, сантиметров 10 быть запасно, распил, чтобы можно было концы подровнять, доски потом, да, и все. Вот. А они стали мерить, там вообще никакого запаса. Ну, то есть, едва-едва, а то и нету там 6-ти метров. И все, и дед говорит, ну, нет уж, так уж точно не надо. Даже концы, говорит, не подровнять. Зачем вы, говорит, обманываете, что у вас, ну, вообще, короче, не кондиция. Так что, ну, уехали с этого рынка, только время зря потеряли, они жестоко вытаскивали доски, времени столько ушло. Не, чтобы сразу сказать, что они у них и такие вообще не кондиция. Ой. Так что, больше сюда не поедем. И кто тоже о досках задумывается, здесь у нас на горе рядом брать не надо. Самое нормальное все-таки брать на привозе. И поехали мы вот на привоз потом там взяли. Ну, получается, вот у трехметровых мы 8 досок взяли на 1720, что ли, 1720. Вот. Нам, считая на вот этот весь полок, надо нам 6 мы уже взяли и 8 еще. Вот. И считай, 14 досок надо. Они, получается, на 150 доска, 40-ка на 150. Вот. А что вы эту грязную-то... А вот эти вы что будете, дед, делать? Нам же надо еще на эти. А, на прожилки-то. Ну-ну, получше. Ну-ка, пойдем со мной, пусть они выбирают. А эти-то отрывать точно лаги-то тоже сгнили. Они больше всех и сгнили, эти лаги. Так что вот так. А еще мы взяли, у нас, видите, двери все на теплицах поставлены, межкомнатные. Ну, отдавали. Там, дядя у меня отдавал двери, еще кто-то что-то отдавали. Короче говоря, вот такого плана двери межкомнатные. Здесь стоят, там на той теплице стоят. Здесь не межкомнатная, но тоже какая-то была. Ну, она, короче, тоже совсем не для улицы. Они разбухают, размокают, выпадают. Вот. И дед говорит, давай, говорит, возьмем... Типа вот... Ну, не такой, конечно, не оцинкованный. Ну, короче, металлический он взял вот такой вот... Как сказать? Как скажите мне? Квадрат, короче. Только не квадрат, а прямоугольник. Металлический. Наподобие. Наподобие. Только вот эта квадратная трубка, а он взял прямоугольный, как бы. Вот. Чтобы сделать примерно вот такие же двери. То есть он сварит полностью каркасы на эти теплицы. Вот. И потом мы все-таки купим этот карбонат. В конце концов, нам надо не только двери отремонтировать эти, но еще и хотим... Там у нас стекло убито. Короче, где битые стекла, заменить на карбонат. Потому что со стеклом, во-первых, ну и тяжеловато работать, что там говорить. Вот. Особенно если неудобное место, например, вот как здесь, да. То есть смотрите, у нас, видите, получается вот тут вот стекло-то сломано. Видите, тряпка там висит. Это стекло сломано, я тряпкой просто заткну эту дуру, чтобы там потеплее было. Вот. А вообще неудобно. То есть тут между теплицами даже не пройти-то толком. Короче, с пластиком удобнее работать. Просто проще и удобнее. И вырезать его проще. Мне даже сама вырежу по размеру. Ничего сложного. Вот. Поэтому возьмем, наверное, лист карбоната и будем все это дело ремонтировать. Подей, с отцом маленько поработал. Я, говорит, лучше пойду деду помогать. В общем, ушел с дедом. А что я теплицу-то не закрыла? Вернусь-ка, я закрою. Вот. И пойдем точно домой. Я ее сейчас просто закрываю, теплицу. Вот. А потом часа через два пойду уже, буду накрывать. А еще часа через два буду включать в ток. Вот такая у меня сейчас... Что-то я еще вам хотела сказать. А, ходила же сейчас я куря. Ой. Ну, мы же делаем все в больших объемах. Взялась Пасха делать. У меня на Пасху ушло. Я уж не помню, сколько там яиц. Ну, наверное, десяток... Или не десяток. Ну, короче, часть ушла на покраску с утра. Яйца были скоплены. Ну, наверное, штук 20... Не знаю, 20... Нет, 20, наверное, не больше. Сварили мы. А потом, значит, давай Пасху делать туда ушли. И все. И у меня опять яиц осталось. Я говорю, как хорошо, что куры есть, которые несут. Пошла, в общем, в конюшню. Потому что на куличи надо еще 15 яиц. Ну, потому что мы, я говорю, мы много делаем. Но я на 2 килограмма муки, считай, сделала куличи. Но это 9 куличков должно получиться таких. Ну, больших, не маленьких. Не то, что этих вот, стаканчиковые, да, бывают куличи. Нормально, больших куличей, так скажем. Дива моя. Ходит, ходит тусовщица моя. Видите, она пушистая, я пушистая. Вот как, скажите мне, вот эти вот пальто, 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 пальто вот эти вот делали, да? То есть вот этому пальто уже лет 20. Не ест их моль. Не ест. Говорят, что их... Вот этих вот, это из козы, из какой-то сделанной пальто. Оно, кстати, очень теплое. Вот, оно из козы, и моль не ест их шерсть. Такой вот закон. Ладно, все, пошла я. А то, правда, перестает у меня там кучит. Что, не получается? Упало что? А ты туда его, туда. Ну, вот. Все, молодец. Хороший мальчик. Угу. О-ля-ля-ля, так. Первая партия, только печаток улетит. Ой, ну, понятно, это все. Расстойка одна, расстойка вторая. В общем, уже 8 часов доходит. Я еще только первую партию пеку. Вот, что называется. Печь не с утра. Говорила я, что нельзя сегодня куда ездить, надо печь. Ну, вот. Надо было ехать, надо было дела делать. В общем, неправильно это надо с утра делать, потому что потом долго затягивается подготовка. Вот такие дела. А мне уже с вами прощаться надо, потому что камеру сдам. Ну, как прощаться? До стрима, до сегодняшнего. Стрим сегодня будет, как всегда, в 20 по Москве. Я надеюсь, что я за эти 2 часа, которые у меня сейчас до стрима остались. Потому что у меня сейчас по-нашему 20. А я говорю, в 20 по Москве будет стрим. То бишь, через 2 часа. Сейчас кашу поставила варить 5 злаков. Что, каша на тавелке, что ли? Это рассеиватель. Купила рассеиватель для газовой плиты. Еще, по-моему, в обзоре его не было. Вот, так что. Сегодня... Что я делаю? А, это дело... Ну, надо было там для рецепта мне, для Пасхи, тоже грелом сливки. Ну, вроде ничего не пригорает. Так что попробуем сейчас, как каша молочная себя поведет. Так что вот так. Ну, в общем, кашу варю. Сейчас накормлю всех голодающих, голодных. Пошли в шахмат. Шахматы его зовешь, что ли? Пойдете играть? Да? Ну, ладно, идите. А в баню ты пойдешь сегодня, Фарь? Нет? Пойдешь? Завтра мыться не положено, так что мы что-то решили сегодня в баню сходить. Что? И Василий, да, у нас сидит, ждет того, что я расстаюсь. Так что вот так. Приходите на стрим сегодня. Буду ждать вас. Октябрь, и смотрят туда завтра. Пасхальный стрим. Да, пасхальный стрим. Почти. Предпасхальный. Ну, все, давайте. До встречи, в общем. До встречи. Когда бы они не были. Давайте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.